Уоу! Ещё давай! Давай, Паша, давай! Ещё! Согласен! Папай! Добрый день! Всем доброго дня, уважаемые поклонники спорта и зрители нашего проекта. Турнир Power In The Cage силачи в клетке близятся к своему завершению. И сегодня вашему вниманию мы представляем поединок за третье место. В нем сошлись два давних товарища по команде «Факел Стронг». Один из них уже больше полутора лет является судьей всех наших соревнований, а второй с десяток раз выступал на нашей арене в разных турнирах и устраивал очень запоминающиеся схватки. Оба спортсмена уже провели за этот день по два изматывающих поединка. Один из них вообще не должен был выступать и вышел на замену, а второго преследуют старые травмы, но при этом оба добрались до этого сражения и сейчас им предстоит еще одна битва. Итак, сейчас нас ждет заруба двух стронгменов. Павел Бикетов против Алексея Маркова. Ирландский Бронсон сразится с дядей Лешей. Ну что, друзья, вы все этого ждали и сейчас матч за третье место. Определились участники Алексея Маркова и Павел Бикетов. На ваших экранах результаты голосований в официальной группе Вортехспорт ВКонтакте, в котором наши подписчики определили фаворитов предстоящего сражения. «И первое упражнение – трастер с гирями. Упал на гири весом 26 килограмм. У Алексея вес каждой гири 32 килограмма. Итак, атлет готов? Атлет, судья, судья!» Сразу со старта здорово рвет вперед Павел Бикетов. А вот дядя Леша походу опять настигла старая травма квадрицепса, которая подвела его в полуфинале. Но программы упражнений были заявлены заранее, утверждены заранее и, к сожалению, менять мы их не могли. Поэтому для Алексея Маркова походу первого упражнения в этом матче не удается. Но, как мы видели, он может очень хорошо себя проявить во всех остальных компонентах. Да, объявляется техническое поражение. Но это лишь одно упражнение из пяти. И вся борьба у нас еще впереди. Ну что ж, подъем на бицепс. Первый раз это упражнение на нашей площадке было задействовано в схватке Алексея Шредера и Андрея Сухарева. Тогда это был строгий подъем на бицепс. Критерии зачета здесь не будут столь строгими, как в той зарубе. Ну что ж, посмотрим, кто окажется сильнее. Старт упражнения. Сразу в хорошем темпе начинают выполнять ее наши атлеты. Рама заходила ходуном просто. Такую инерцию ей придает сейчас дядя Леша своими могучими движениями. В равном темпе идут, держится нос в нос оба атлета. Полминуты прошло, а счет 20-20. Первую паузу делает Алексей Марков. Павел продолжает выполнять подъемы на бицепс. Берет паузу и он. Сейчас будет финишная прямая и нужно сейчас дяде Леша рвать со всех сил. Практически удалось ему нагнать, но тут уже ноу-рэпы начались. И уже очень далеко вырылся Павел Бикетов и делает он счет 2-0 в свою пользу. Ну а я уже представляю жгучий комментарий от всех наших болельщиков, которые так любят строгую технику выполнения. Но напомню, что здесь критерии не были столь строги, как памятный Заруби Швадера и животного из Иркутска. А мы тем временем переходим на третью базу. А мы увидимся на третьем упражнении. Третье упражнение. Я напоминаю, что в счет Заруби Марков-Бикетов 2-0 в пользу Бикетова. Итак, на площадку... Ну что ж, еще одно новое упражнение для этого турнира. Для протяжки станка головой. Сутишь позиции. Для дяди Леши это последний шанс зацепиться за борьбу за бронзовые медали. Собран, собран дядя Леша. Павел тоже сосредоточен. Возможно, хочет он выиграть частую у своего давнего товарища и соперника. Итак, начинается упражнение. Сразу же ошибка у Павла Бикетова в выполнении. И это позволяет дяди Леши вырваться на одно повторение вперед. Не так просто дается данное упражнение обоим соперникам. И почитает они не опускать штангу, а бросать ее на пол. Что заставляет терять их драгоценные секунды на то, чтобы ее потом поймать и зафиксировать. Но пока что темп мы увидим прежний. И пока что все еще плюс один у Алексея Маркова. Начинается финишная прямая. Вот Павел Бикетов наконец-то поймал правильную технику. Поймал ее и дядя Леша, не бросая штангу. Можно сделать гораздо быстрее это упражнение. Итак, на финише что же получится у нас? Всего плюс один у Алексея Маркова. И все-таки дядя Леша по ходу да, выигрывает. Не успевает Павел Бикетов сделать последнее повторение. Еще становится 2-1, дорогие друзья. Я же говорил, что вся борьба еще впереди. Несмотря на травмы, несмотря на дикую усталость, Алексей Марков находит все силы и выигрывает это упражнение. Четвертое упражнение. Битвы за третье место. Павел Бикетов. Алексей Марков. Становая тяга двух фермеров. Каждый... Фермерская прогулка. Очень знакомый снаряд для двух наших участников, ведь они стронгмены. Но на этот раз им не придется их куда-то нести, не придется их удерживать. Это становая тяга. И вес более чем солидный. На каждую руку приходится вес собственного тела атлета. Ну что ж, посмотрим, кто здесь будет первенствовать. Удастся ли Югель Леша сравнять счет? Начинается упражнение. Легко отрывает свои снаряды сразу же от Павел Бикетов. Алексей Марков сделал первое повторение. И, боже мой, походу опять травма. Да, к сожалению, этот изматывающий марафон заканчивается для дяди Леши очередной травмой. Походу на этот раз спина уже, а не нога. ...победу в этом упражнении и в нашей зарубе одерживает Павел Бикетов. Мужественно бился Алексей Марков. Выходил на все зарубы, невзирая на все свои старые травмы. Сумел победить в первой зарубе, дал бой во второй. И вот в третьей даже нашел все силы выиграть одно упражнение, но сейчас ему понадобится врачебная помощь. Пожелаем же ему здоровья, восстановления. Поблагодарим его за его характер, за то, что он бился до конца. Ну а для Павла Бикетова, человека, который ехал на эти соревнования, чтобы быть судьей, этот турнир приносит бронзовую награду. На самом деле я вообще должен был судить сегодня соревнования. Узнал о том, что я участвую примерно в 8 утра. Мне позвонил Тёма Тарасов. Иманта Сантанович, к сожалению, заболел, который должен был вместо меня здесь сегодня участвовать. Пришлось выйти на том уровне подготовки, который был. По упражнениям ничего не знали, ничего не знали о подготовке. Поэтому как-то так вышло. Дико устал, хочу вам сказать. Я думаю, как и все ребята. Поэтому, так как больше всех ревешу с Максом Бородиным, еще сильнее мы с ним подустали. Ну, в общем, все хорошо. Конечно, отдохнем, залечим травмы. Ну и снова в бой, новые соревнования. Я надеюсь, «Вортекс» будет развиваться. Но мы, в свою очередь, говорю сейчас за себя, но, я думаю, из-за многих атлетов, спортсменов, всесторонне поддержим этот проект. Ну, тяжелее, на самом деле, мне попадался сегодняшний формат. Потому что было много очень упражнений. Упражнения были за колоссальным количеством повторений. То есть для меня 25-30 повторений – это просто уже перебор для подготовленности. Поэтому классический «Вортекс», наверное, чуть-чуть для меня бы дался проще. Но тоже тяжело. Проект объединил и сдружил многих спортсменов. Ко всем очень хорошо отношусь, положительно. Стараемся и в жизни общаться. Ну и все-таки рад, что «Вортекс» вернулся. Я просто не ожидал даже, на самом деле. Как бы я ничего не рассчитывал, не прикидывал. Просто выходил, делал на максимум. Не было у меня никаких там стремлений где-то выиграть, тактик или типа того. Просто вышел, сделал, что получилось. Получилось неплохо. Дорогие зрители, смотрите канал «Вортекс Спорт Баттл». Следите за моим инстаграмом. Инстаграмом спортсменов, которые выступают со мной вместе. Болейте за нас. Занимайтесь спортом. Ведите здоровый образ жизни. Будьте счастливы. Ну и, конечно же, всем здоровья, здоровья, здоровья. Увидимся в новых проектах «Вортекс Спорт Баттл». Ну а ребятам пожелаю развития, развивать свою академию спорта благотворно. И чтобы было у всех все хорошо. До встречи. На самом деле я хочу сказать огромное спасибо моей жене. У нее сегодня день рождения. Но она отпустила меня на соревнования. Отпустила изначально посудить. Потом поняла, что я участвую. Вошла в положение. Сказала, вы должны делать то, что вы делаете. Это круто. Поэтому спасибо тебе, Ань, большое. Спасибо всем, кто смотрит нас. Ребята, мы делаем это для вас. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Радуйте нас комментариями. Сильно не судите строго. Поэтому занимайтесь спортом. Ведите здоровый образ жизни. Всем стронг. Друзья, в матче за третье место между Алексеем Марковым и Павлом Бегетовым победу одержал Павел Бегетов. И награждать Алексея Заволю в победе, Павла за третье место я приглашаю представителя компании «Атака» Елену Мерезневу. АПЛОДИСМЕНТЫ И учредителя компании «Вортекс Спорт» Артура Корчевного. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, друзья, всем спасибо. Следите за нашими новостями. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, рекомендуйте нас, друзья. Занимайтесь спортом. Идите здоровый образ жизни. Всем стронг. У мира нет шансов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, имя обладателя бронзовой награды известно. А впереди наших зрителей ждет решающий поединок за титул чемпиона соревнований, в котором автор уже двух апсетов подряд и, пожалуй, самое главное открытие всего турнира, Александр Фанта, сразится с одним из главных фаворитов, Александром Дубининым. Так что подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok